В Котласе на автомобильном мосту сегодня в ДТП погиб мужчина. Всё произошло в 7.30 утра. По предварительной версии, рулевой 15-й модели «Жигулей» не справился с управлением на обледеневшей дороге. Машину вынесло на металлическое леерное ограждение, после чего отбросило на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем «Мазда». 44-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Пассажиры иномарки получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы. Сотрудники ГИБДД готовятся к школьным каникулам. С сегодняшнего дня в Архангельской области начинается операция «Детям безопасные каникулы». Главная цель акции – профилактика травматизма среди маленьких северян. По статистике, именно в этот период дети чаще всего становятся участниками аварии. Причем в 80% случаев в ДТП виноваты взрослые. Накануне непосредственно самих каникул в учебных заведениях сотрудниками ГИБДД, участковыми и уполномоченными полициями по делам несовершеннолетних будут проведены специальные инструктажи, беседы с родителями, с детьми. ГИБДД города Архангельска обращается в связи с этим непосредственно к родителям, чтобы еще раз продемонстрировали своим примером о том, как необходимо выполнять правила дорожного движения при переходе проезжей части, при использовании велосипедов, роликов и при передвижении в автомобилях в качестве пассажиров. Также в рамках акции сотрудники автополиции проинспектируют состояние подъездных путей к образовательным учреждениям, дорожных знаков, светофоров и ограждений. Полицейский проверит наличие лицензии на пассажирские перевозки у общеобразовательных учреждений, имеющих автобусы. Вода, дрова, помои – именно так отзываются о своих домах жители архангельских деревяшек. Максимальный срок их службы – 50 лет. Продлить его можно, если провести капитальный ремонт. Но об этом, к примеру, жители дома 5 по улице Александра Петрова только мечтают. Я живу здесь уже 32 года. У нас ни разу не было ремонта. Никогда не менялись свои. Мы хотим, чтобы нам дом поставили на городки. Он начал у нас ходить, шевелиться и стал отходить. У нас одна сторона пристроена к этому дому, и он начал отходить. Когда и в какие сроки ожидать ремонта в этом доме? Съемочная группа «Автографа дня» узнала ответ на вопрос, а заодно и то, что жители деревяшки вообще скоро останутся без управляющей компании. И что дальше? Об этом уже в 19.20 на телеканале ТВ-центр. Актер театра и кино Сергей Перегудов дал в поморской столице мастер-класс для детей с ограниченными возможностями. Известный артист рассказал о закулисной жизни театра и о том, как снимается большое кино. Перегудов лауреат Высшей Петербургской театральной премии «Золотой софит» 2014 года в номинации «Лучшая мужская роль». Актер говорит, что общаясь с особенными людьми, он сам многому учится. Эти люди, они богом отмечены. Это только лишь наш взгляд, наша оценка их, что они не такие, как мы, как общепринятые. Еще неизвестно, кто из нас здоров. Понимаете, это все очень относительно. Это лишь наша оценка. А что у них внутри, гораздо глубже, гораздо шире. Общение с уже состоявшимся артистом для многих мальчишек и девчонок стало подготовкой к отбору в театральную студию для детей с ограниченными возможностями. Ее открывает театр драмы. Заявку на участие в кастинге можно подать до 30 ноября. Каждые выходные место встречи – спортплощадка. В Архангельске стартовала акция «Я выбираю спорт». Теперь по субботам и воскресеньям с часу до двух дня на площадке с уличными тренажерами на Гагарина 8, корпус 1 будет проходить бесплатная тренировка. Улучшить свою физическую форму смогут все желающие. Занятия на свежем воздухе проведут профессиональные тренеры. Они покажут, как правильно выполнять упражнения на тренажерах и как эффективно укреплять различные группы мышц. Тренажер ЕСЕ, начиная с низа спины, заканчивая тренажерами на плечи, на грудные мышцы, на верх спины. В принципе, любой человек, даже самый неподготовленный, может подойти и сделать любое упражнение на тренажерах. На площадке 11 профессиональных тренажеров. Кроме того, комплекс оборудован специальным искусственным покрытием, которое помогает избежать травм. А накануне зимы на площадке установили новое освещение. «Не было здесь подсветки. Мы посмотрели, что темное время суток, а люди вроде как хотят. И мы решили организовать освещение этой площадки. То есть теперь здесь горит свет, пожалуйста, все приходите и в темное время суток здесь доступ обеспечен. Площадка работает с 6 утра до 23 часов вечера». Появление комплекса стало возможным в рамках губернаторского проекта по строительству плоскостных сооружений. В 2016 году в области уже построено 30 спортивных площадок. На Кегострове в выгребную яму упала лошадь. Хозяин самостоятельно вытащить животное не смог и обратился в областную службу спасения. Коня извлекли из ямы при помощи строп. Их прикрепили к ковшу трактора. Выгребная яма, в которую провалился конь, была открыта и не огорожена. В темное время суток ее сложно заметить. Хотите стройную фигуру без изнурительных тренировок? Укрепить здоровье и отдохнуть? Фитнес для женщин. Клуб «Разминка». Сейчас в Архангельске плюс 2 градуса. Ясно, ветер южный. Всего 2 метра в секунду. Программа «Сейчас в регионе» в эфире телеканала ПС «Каждый час». Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин